Включенным моментом в практическом режиме, конечно, является наличие растягивающего фактора. То есть, если у нас посмотреть на фазовое пространство, то из леонизованных уравнений видно, что отображение фактически имеет два фактора, один сжимающий, другой растягивающий. Их произведение, кстати, равняется точность единицы, что означает, что фазовый объем таки сохраняется. Но это в случае, когда оба действительны. В принципе, эти собственные значения зависят еще от положения на траектории, которые фактически косинус х0, х0 это координата невозмущенной траектории. х0 может принимать разные значения, соответственно, косинус может быть знакопеременным. И, в принципе, это отображение может быть не стягивающим, сжимающим, но вращающим. Но, надо сказать, что при достаточно больших как, оно становится в основном именно сжимающим и растягивающим. То есть, видно, что когда у нас k много больше 4, например, то тогда здесь под корнем возникает квадрат косинуса, и это отображение всегда будет вещественным. Ну и, в принципе, когда мы изучаем экспоненциальную разбегаемость траектории, мы, естественно, интересуемся не только значением этого, собственно, значения в отображении на одном шаге. Нам нужно, конечно, посреднять это к большому количеству шагов. И, по сути дела, речь идет о том, что если у нас фактически, так сказать, наше решение есть сумма двух экспонентов, растущий и падающий, всегда все будет определяться растущей экспонентой, расстояние между траекториями. Ну и, соответственно, мы должны интересоваться собственным значением, которое больше единицы, ну и смотреть средний его логарифм. Ну, более, скажем, наглядно и удобно, так сказать, с практической точки зрения изучать просто реальное разбегание траекторий фазового пространства и поведение расстояния между этими траекториями в зависимости от времени. Вот. Тогда, фактически, так сказать, это расстояние в случае хаотического режима начинает расти экспоненциально от времени при больших временах. И, соответственно, так сказать, вот этот экспоненциальный показатель и называется показателем Лепунова. Вот. Ну, в принципе, если у нас неустойчивость однородного обсуждаемого фазового пространства, то есть там, где мы, собственно, смотрим едно-худно сосредоточное движение нашей системы, там у нас можно усреднять этот показатель Лепунова как вдоль траектории, так и по ансамблю траектории, что в известном смысле, так сказать, означает эргоничность. Ну, это как бы... Ну, если у нас идем вдоль траектории, то когда траектория обходит все фазовое пространство, то реально, так сказать, она собирает информацию, так сказать, о показателе Лепунова по всему фазовому пространству. Ну, и если мы берем, допустим, пучок траектории, стартовавшую в разных точках фазового пространства, то при однородном хаосе, то есть когда неустойчивости однородны по всему фазовому пространству, у нас, естественно, будет такой же результат. Ну, и здесь фактически, так сказать, соединяется логарифм максимального удлиняющего фазового пространства. Лямбда от Т зависит, конечно, зависит. Если я сейчас покажу, где эта зависимость возникает, у нас косинус Х0, Х0 зависит от Т. После разных итераций у нас, как говорится, в разных точках фазового пространства, и, соответственно, возникают разные значения Х0. Что это еще с Х0? Х0 это как бы базовая траектория, вдоль которой мы вычисляем коэффициент Липуноба. То есть она, на самом деле, ее еще называют опорная или ферифрентная траектория. То есть, по сути дела, если мы рассматриваем две траектории, то одну из них можем, близкие траектории, одну из них можем принять за базовую, а близлежащую, так сказать, слабо отклоняющуюся. Собственно, линеаризация состоит в том, что мы смотрим разность между этими траекториями. Ну, естественно, у нас эта разность все-таки определяется тем, в какой точке в данный момент находится система, так сказать, ну и, соответственно, и правые части уравнения, по крайней мере, для изменения импульса, они зависят явным образом от положения в пространстве. Соответственно, в зависимости от положения, этот косинус может быть либо положительный, либо отрицательный. Ну и, собственно говоря, когда система движется по времени, то она попадает в разные точки по х, и, соответственно, мы должны для того, чтобы результирующие, так сказать, восхождение для траектории найти, мы должны фактически, так сказать, посмотреть достаточное количество периодов так, чтобы уже по различным значениям локального фактора растяжения, так сказать, произошло достаточное усреднение. То есть это конкретное значение этого фактора, оно может меняться, естественно, как видно, так сказать, из этого уравнения, так сказать, косинус может принимать в значениях от минус единицы до плюс единицы, соответственно, так сказать, и вот эти собственные значения, отображения будут каждый раз разные, так сказать. Так, да. Значит, пойдем дальше. Ну, вот на практике, так сказать, вот фактически, так сказать, рассматривается пара траекторий, ну и вот между ними, так сказать, вычисляется разность, которая, так сказать, делится на начальный момент времени. Ну и тогда логарифм отношения, фактически, так сказать, тоже даст усредненное значение, так сказать, вот этого логарифма лямбда, вот фактически, так сказать, это то, что интересует в первую очередь, то есть интересует реальное сбегание траекторий. Но надо сказать, что вот когда мы берем произвольное решение для двух траекторий, всегда есть вклад и растущий, и падающий экспонент, и, в принципе, так сказать, естественно, вот роли, как бы, вот этих слагаемых, поскольку, так сказать, у нас фактор растяжения и фактор сжатия может в разных точках фазопространства быть разными, роли могут как-то меняться. Поэтому фактически, так сказать, нас интересует именно средний. То есть по одной локальной точке сказать, что у нас имеется отличное для показателя Пунова все-таки нельзя. Вот. Ну, при больших К, на самом деле, вот все эти тонкости становятся малосущественными, поскольку, так сказать, ну, если посмотреть еще раз на это выражение, при больших К у нас, по сути дела, так сказать, возникает здесь один показатель, фактически, так сказать, это несущественно, тогда получается здесь единица плюс косинус х и единица минус косинус х, ну, и, соответственно, у нас... То есть мы академически, а она, наверное, академически... Нет, ну, одна, нет, одна лямбда, сейчас, сейчас, одна лямбда у нас фактически... Нет, ну, нас интересует минимальное, нас интересует максимальное значение, то есть, потому что... Я здесь думаю, смотрите, у нас, допустим, К очень большое, да, когда у нас здесь получается, что одна лямбда, вот эта лямбда, которая минус, да, она почти единичка. Почти единичка, ну и... Значит, теперь лямбда плюс должна быть тоже почти единица, а она какая-то гигантская получается, она получается как К косинус х. Нет, ну, это, как говорится, сейчас, на самом деле, тут надо аккуратнее действовать, потому что, ну, вот это соотношение, так сказать, оно справедливо при любых значениях косинус тэта и К, ну, достаточно просто, скажем, произведение, так сказать, раз из квадратов, да? К косинус порядка единицы будет, да? Ну, есть, скажем, вот на вторая, да? Тогда оно все-таки, второе, все это будет более вазе, как квадрат, это 4 косинус в квадрате, мы корень извлекаем, значит, лямбда около единички одна, а вторая, какая-то гигантская, вторая, это К на косинус. Да, вторая действительно К на косинус получается, а вот, говорится, дело в том, что она должна быть действительно порядка единицы, но много меньше ее, на самом деле, единицы, чтобы компенсировать, то есть она должна, если правильно сосчитать, она будет порядка единицы на К на самом деле, если вот зачастую эту единичку, то есть сокращение неполное возникает, и это следует из того, что вот это произведение действительно точно-то с отравной единицы, просто это, может быть, нелегко увидеть, так его разлагает, вот действительно, если мы берем это произведение, то возникает разность квадрата, да? Да, да, ага, ага, и... Самость единицы, корнины стороны, корнины, корнины, корнины... То есть, ну да, когда мы разность смотрим, то нельзя от единички не упрекать, вот, да, ну, что у нас, как говорится, дальше? Ну, на самом деле, так сказать, вот, если у нас, вот, это К большое много больше единицы, то тогда у нас фактически, так сказать, вот, значение этой координаты Х становится практически случайным. Ну, это можно понять таким образом, что у нас фактически, так сказать, если мы посмотрим вот это упрощенное, так сказать, уравнение для соображения... Х это координата, а П импульс... То есть, это я сейчас зашел от упрощения, чтобы досунуть. Если П большое с чертой равняется П большое плюс П большое на синус Х... У нас синус Х, точнее, синус Х на... Х чертой равняется Х плюс П с чертой, вот так. Вот, когда у нас К большое, то тогда фактически, так сказать, у нас к Х прибавляется большое число. А потом, по сути дела, поскольку, так сказать, Х определен в пределе 0,2,5, то получается, что берем результат по модулю 2,5. Ну и на самом деле, если вы вспомните, очень похожим образом устроен датчик случайных чисел. Когда мы фактически, так сказать, берем операцию модуля, то у нас фактически, так сказать, ну, фактически, вот, эффективно вот ограниченность движения по координате, она приводит к имитации такого же процесса, как обычно используется в датчике случайных чисел. Ну и, соответственно, тогда Х очень быстро становится довольно случайной величиной. Поэтому, так сказать, если посмотреть вот на это уравнение, то, на самом деле, вот, можно сказать, что Дельта П у нас, Дельта П, которая равняется просто разница, это есть К на, так, синус Х. Но поскольку, так сказать, Х случайно распределено в интервале двух П, то отсюда получается, что Дельта П будет знакопеременная, случайная, ну и фактически, так сказать, это объясняет происхождение диффузионного режима. Средняя Дельта П будет равно нулю, а вот, как бы, среднеквадратичное значение, так сказать, вот, вот, а мы будем каждый раз, вот, капли, если, я здесь, правда, несколько долго уравнение, то я сейчас напишу еще, вот, вот, уравнение не в таком приведенном виде, а вот, вот, П плюс К на синус Х и, ну, вот, Х с четвертой равняется Х плюс Т на П. Ну, на самом деле, так сказать, что большое, это, вот, есть произведение Т на П. Ну, можно, как говорится, и в таком виде, и в таком виде рассматривать отображение, но, как бы, если реальную шкалу времени, с учетом явного нижнего периода рассматривать, тогда, вот, получается, вот, такая форма, вот, ну, и здесь, вот, как раз, вот, фактически, если, если, можно повторить, Дельта П маленьких то же самое, тогда у нас Дельта П маленькая будет пропорционально, вот, Дельта П маленькая в квадрате средняя будет на каждом шаге пропорционально как квадрат пополам, просто это посредение синуса в квадрате, и, фактически, если у нас мы рассматриваем какое-то число толчков, то, вот, полный, Дельта П квадрат, набранный за этот период времени, будет равен, вот, фактически, вот, он будет пропорционально времени, то есть, это чисто диффузионный режим получается. Ну, и, на самом деле, так сказать, это примерно так же, как в любой другой системе, где частица получает со всех сторон примерно одинаковые толчки, а время, это за Т толчки, за Т маленько, как Т большому, за количество, некоторое количество толчков. Потому что суммируются квадраты при случайном блуждании, правильно? Вот это как раз и, вот, тогда можно определить и коэффициент диффузии, и, на самом деле, так сказать, этот коэффициент диффузии, вот, в первом приближении, если считать, скажем, положение Х в соседние моменты времени, так сказать, не спирилированным, то, так как пренебречь корреляцией, то, что координаты, так сказать, между соседними толчками может как-то скоррелять, то тогда получается С от Х порядка единицы. Но, на самом деле, так сказать, вот, с учетом корреляции, эта зависимость оказывается несколько сложнее, она периодически, то есть, ну, и смысл состоит в том, что, чтобы получить вот этот реальный, как говорится, вот этот самый коэффициент, описывающий зависимость диффузии от К, нужно, вот, усреднить, вот, по сути дела, так сказать, для грубой, для достаточно аккуратной оценки, на самом деле, годится усреднение, учет корреляции между соседними итерациями, то есть, фактически здесь написано выражение для предшествующего значения Х, Х без черты, это, вот, которые, Х без черты, это значение, вот, в средний, промежуточный момент времени, а последнее значение, это Х с чертой, то есть, три подряд значения Х с нижней чертой, Х, Х с чертой, если это учесть, то, на самом деле, получается, вот, после усреднения, вот, достаточно простая формула, которая, фактически здесь, в виде прямой, в виде сплошной линии отложена, но и она, действительно, хорошо описывает зависимость коэффициента диффузии от К большого. Если это второй беседы, то есть, что это больше? А? Это второй беседы? Да, это второй беседы, да, да. Ну, по сути дела, это, как бы, говорит о достаточно, с одной стороны, это говорит о том, что соседние корреляции между соседними итерациями учитывать надо, вот, но, с другой стороны, так сказать, это говорит еще и о том, что, вот, эти корреляции довольно быстро затухают, то есть, уже следующие, так сказать, можно не учитывать, вот. Тут, кстати, можно еще сказать, что, на самом деле, здесь есть некоторые выбросы, которые связаны с так называемым микротронным резонансом, но микротронным. Ну, это, на самом деле, несколько слов об этом хочется таки сказать, поскольку, в известной степени, история вот этого стандартного отображения начинается с того, что Векслер его, фактически, так сказать, придумал для того, чтобы описывать ускорение частиц микротрона. Вот. Ну, и смысл состоял в чем? То есть, тут есть какое-то, скажем, переменное поле, и частица обходит, так сказать, ну, скажем, циклическую аркенту, и попадает в ускорительный режим так вот с какой-то полем, у которого есть некоторая фаза. Ну, и фактически, так сказать, ускорение возникает тогда, когда толчки, так сказать, оказываются, вот, все время в одну сторону. Ну, и это условие, на самом деле, выполняется в том случае, когда УК равняется 2 пина С. Вот. Ну, этот случай как раз является полезным случаем именно для ускорительщиков. Гекстер эту, как говорится, модель исследовался с целью, так сказать, изучения, во-первых, так сказать, его интересовало диапазон, диапазон фактически, так сказать, в котором происходит именно ускорение частиц, то есть это некий резонанс, по сути дела, который позволяет разгонять частицы. Ну, это отвечает значению К вблизи 2 пиа. Довольно-таки узкая, так сказать, узкие резонансы там получаются. Ну, и, в принципе, так сказать, это задача, которая, собственно, не имела отношения к хаотической динамике вообще, так сказать. Но, тем не менее, так сказать, интересно, что модель родилась как способ описания не переглядной динамики, а фактически, так сказать, сыграла свою, скажем, великую роль именно в моделировании хаотической динамики, уже при других значениях К. То есть, что еще можно здесь подчеркнуть? На самом деле, следует подчеркнуть, что это как раз действительно должно служить неким предпостережением, поскольку реально, так сказать, когда К не близко к 2 пиа, то тогда в системе наступает сильный хаос. Вот. То есть, но когда К принимает значение вблизи этих выделенных чисел, то там возникает относительно регулярный режим, но, как говорится, не похожий на хаос уже совсем. Поэтому, так сказать, утверждать, что для того, чтобы в этой системе был хаос достаточно, чтобы К был велико, не совсем точно, но просто есть некоторые резонансные ситуации, когда вместо хаоса мы имеем регулярное искорение. Так, ну, дальше мне хотелось бы немножко поговорить о КС-энтропии, о энтропии Калмагорова-Синая. Одно из общепринятых простых, так сказать, скажем, определений для хаотических систем состоит в том, что энтропия Калмагорова-Синая фактически, так сказать, равна максимальному показателю Виппанова присутствующего в системе. То есть, в принципе, так сказать, у нас, допустим, в системе может быть несколько степеней свободы. Здесь только одна степень свободы, плюс времена, плюс возмущение, зависящее от времени. Вообще, основоположники теории хаоса, в том числе самоченьков, называли эту систему с полутора степенями свободы. Ну, имея в виду, что ее можно фактически при определенных условиях свести в консервативной системе, в которой, так сказать, одна степень свободы выделена, ну, это как бы перейти в расширенное фазовое пространство. На этом раньше не нужно вернули. Так, сейчас. Вот. Ну, вот. Максимум, то есть, среди всех значений, в системе может быть несколько показателей, по-новому. Для каждой степени свободы, в принципе, может быть свободы. Вот так. И фактически, поскольку, так сказать, ну, допустим, мы представим, что траектория в четырехмерном пространстве, вот по одной паре измерений у вас, скажем, растяжение, сжатие с одним показателем Липунова, в другой паре измерений с другим показателем Липунова. Ясно, что на расстоянии, на скорости разбегания траектории будет сказываться именно максимальное значение показателя Липунова. Поэтому, так сказать, такое определение не выглядит, так сказать, достаточно, скажем, удивительным, ну, и вполне естественно. Вот. Ну, что можно сказать об этом определении? Прежде всего, если, допустим, у вас система не Гавильдонова, то эта энтропия может стать и отрицательной. То есть, на самом деле, так сказать, ну, если имеется экспортивная система и в ней какой-то аттрактор, который стягивает траекторию в одну точку, то тогда понятно, что траектория будет только сближаться. Вот. Ну, это как бы некий случай, который пока выходит за рамки наших обсуждений. В случае гамильтудовых систем может быть режим регулярной динамики, где вот фактически, так сказать, показатель Липунова равен нулю, усреднен по траектории, естественно. Ну, и хаотическая динамика отвечает на то, что этот показатель становится больше нуля. Вот тут, на самом деле, хочется действительно в качестве такого инструктивного примера привести именно датчик случайных чисел, мультипликативный датчик случайных чисел. Ну, один из таких простых датчиков состоит в том, что просто берется, допустим, последовательность чисел, каждое полученное число умножается на некий множитель, который больше единицы. Вот. И результат берется по модулю единиц. Тогда получается датчик случайных чисел в... Ну, фактически, дробная часть. Дробная часть. Значит, как говорится, в принципе, так сказать, ясно, что если мы берем два числа, как говорится, в качестве начальных условий берем два близких числа, то тогда вот фактически, так сказать, и будем последовательные значения рассматривать как некоторые траектории, ясно, что пока, так сказать, эта разница не станет порядка единицы. Эти числа будут, как бы, разница между ними будет расти экспоненциальной. Разница между этими числами будет расти экспоненциальной. Если, если пока... Пока, вот, эта разница не станет порядка единицы, она будет расти экспоненциально. Причем с лимоновским показателем, который в данном случае будет равен логарифм этого самого числа, на который мы умножаем последовательные значения наших чисел. Такой достаточно простой наглядный пример. Он еще интересен тем, что он позволяет прояснить смысл энтропии Калмогорова-Синая как скорость забывания деталей информации о начальных условиях. Как это можно себе представить? Вот, допустим, у нас начальные условия заданы B0 как последовательность произведения некоторых чисел, и X0 как последовательность цифр. И тогда что? Тогда на самом деле информация, содержащаяся в начальных условиях, фактически определяется числом этих разрядов. То есть, если, как говорится, брать, допустим, природу, то в природе, формально можно сказать, что, если не думать о квантовых эффектах, то эта точность может быть сколько угодно большой, и тогда, естественно, мы получаем, что число состояний в классической механике, на самом деле, строго говоря, бесконечно. Потому что любое столь мало отличающееся значение, так сказать, это уже другое состояние. Значит, если мы теперь рассмотрим две близкие траектории, то старшие разряды в этой, как говорится, в разнице, так сказать, импульсов и кардинал для этих траекторий попросту сократятся. Ну, если разы смотрим траектории, то старшие разряды сократятся, останется только разница в некотором хвосте, который там достаточно далеко находится. И дальше, если мы будем, например, смотреть результат эволюции как некоторое умножение на некий растягивающий фактор, то тогда вот этот хвост будет все ближе и ближе приближаться к единице. Ну, я сейчас, как говорится, напишу это. Вот, допустим, у нас П, как говорится, 0 равняется А1, АК, АК плюс первое, там и так далее. Вот, штрих 0, пусть у нас равняется А1, АКТ, но дальше идет А' К плюс первое, то есть различия возникают, начиная с номера А плюс 1, да, то разница между ними, так сказать, будет попросту, так сказать, 0, и так далее, а здесь пойдет АК плюс 1, минус АК плюс 1, плюс штриха, вот, и так далее. То есть, фактически, так сказать, что произойдет, если, допустим, мы просмотрим какое-то растягивающее отображение, то тогда вот растяжение означает то, что, так сказать, разница должна расти, правильно? То есть, ну, пусть, допустим, говорится, до простоты у нас, скажем, каждый раз умножение означает сдвиг на один регистр, то тогда понятно, что за конечное число шагов, так сказать, эта разница дорастет до величины порядка единицы, и вот после этого, так сказать, уже, скажем, какая-то информация действительно о том, что эти траектории совпадают, либо не совпадают, как говорится, будет определяться меньшими разрядами. То есть, по сути дела, так сказать, на самом деле мы можем что сказать? Если, допустим, у нас, вот, разница, вот, если мы выбираем какой-то ансамбль по множеству траекторий, вот, сначала достаточно далекие траектории, так сказать, станут нескоррелированными, потом все более близкие, близкие, близкие. То есть, по сути дела, так сказать, как бы, вот, информация о том, что траектории были нескоррелированы, то, так сказать, по мере, так сказать, итераций их будет забываться, так сказать. То есть, фактически, так сказать, это означает, что если вот у нас две системы, одна с одних начальных условий стартовала, другая с других, то вот то, что они стартовали с близких начальных условий, забудется через некоторое время, и они будут вести себя как совершенно нескоррелированные, так сказать, системы. Нет, это не факториал, это, я извиняюсь, восклицательный знак. Это Аптур, на самом деле. Вот, то есть, по сути дела, так сказать, вот, фактически, так сказать, здесь важно, что в классике у нас, на самом деле, точность может быть сколь угодно большой, так сказать, когда мы будем говорить о квантовой ситуации, там это уже скажется существенным образом, и там возникнет отличие от классики. Что касается, скажем, физического содержания как раз кальс-энтропии, то она как раз проще всего, понимание как раз фактически идет через рассмотрение подобного типа. Ну, по сути дела, так сказать, рост-энтропия, это и означает утрачивание информации. Значит, немного еще, так сказать, поговорим о, собственно, свойствах, так сказать, динамического хаоса. Строго говоря, так сказать, динамический хаос, он, ну, фактически, так сказать, не предполагает наличия каких-то внешних случайных сил, прежде всего, и, то есть, фактически, он возникает в детерминированной системе, и поэтому, так сказать, хотелось бы понять, действительно, насколько хаотично это движение, и чем хаотичность это может быть вызвана. Ну, естественно, так сказать, первое, что, так сказать, мы только что с вами, по сути дела, разобрали в рамках очень простой такой модели. Первое, это, фактически, хаотичность поведения, ну, уже заключается в, ну, неустранимой неточности начальных условий. Ну, допустим, представим себе, что кто-то умеет измерять, скажем, с конечной точностью, а кто-то, так сказать, может измерять только с ограниченной точностью. Тогда, вот, фактически, так сказать, ну, с точки зрения того наблюдателя, который измеряет с гораздо большей точностью, То есть возможность предсказания этого движения будет на некоторое количество шагов больше, чем для того, которое фактически с меньшей точностью. То есть, грубо говоря, число, допустим, шагов по времени пропорционально относительной неопределенности, которую, допустим, можно записать дельта на неточность измерения начальных условий, делить на размер системы, минус логарифм этого отношения, это фактически, так сказать, это... Ну, в общем-то, в обратном направлении, делить на дельта, это вот этот логарифм. Каждый шаг умножает дельта на е в степени показателя Липунова, то есть фактически, так сказать, число шагов, пока, так сказать, дельта не дорастет до l, будет равняться единице на показатель Липунова, так сказать, логарифм такого отношения. То есть, фактически, так сказать, она логарифмически растет, это время логарифмически растет с увеличением точности и, как говорится, с размерами системы. Но, кстати, здесь еще и важным моментом, который, так сказать, фактически, так сказать, проявился здесь, важно, чтобы движение финито. То есть, L – это размер области финито-движения. Ну, то есть, фактически, так сказать, то, что мы считаем хаосом, это на самом деле некая последовательность, скажем, просто неконтролируемого значения в начальных условиях, например. Вторая часть, фактически, так сказать, связана, второй источник хаоса, связан с тем, что, на самом деле, даже если мы бы точно знали начальные условия, у нас, естественно, есть еще какие-то трудноконтролируемые возмущения, которые действуют на траекторию неустойчивого движения. Ну, да, по сути дела, речь идет о том, что в габертоняне есть достаточно малые, так сказать, добавки, которые, так сказать, всегда остаются, как бы мы не пытались создать изолированную систему. Это, ну, здесь тоже поговорку я скажу чуть попозже. Ясно, что если у вас есть экспоненциальное нарастание, так сказать, подобные ворота, так сказать, отклонения, оно, фактически, так сказать, если вот это уклонение тоже какого-то порядка теста, то через такое время, так сказать, определяемое, так сказать, вот этим соотношением, мы фактически, так сказать, накопим ошибку порядка единицы. То есть ошибка будет порядка, скажем, размеров системы, ну, и, соответственно, так сказать, это еще, как говорится, одна причина, так сказать, по которой, так сказать, мы не можем предсказать поведение, ну, казалось бы, это детерминированная механическая система спустя какое-то время. И очень важно, что в случае, так сказать, в случае, вот, показатель Дипунова отличного, так сказать, от нуля, фактически, так сказать, время, в течение которого мы можем предсказать поведение системы, вот, ну, фактически, оно логарифмически зависит, скажем, и от погрешности, и от размера системы, то есть оно принципиально конечное. Вот. Ну, естественно, так сказать, если мы делаем эти все подтверждения, то мы, конечно, подразумеваем, что у нас действительно количество состояний, это бесконечное, то есть, в данном случае речь идет исключительно о классической системе, классическом режиме, где вот сколько угодно малое изменение состояния дает новое состояние. Вот. Но отдельно можно сказать о квантовых системах, которых, ну, на самом деле, есть дискретный спектр, и ясно, что если возмущение, по сути дела, так сказать, эффективное, гемотиняно много меньше, чем шаг дискретности, то возмущение никакой развитию неустойчивости не приведет, и фактически, то есть, это возмущение можно будет прогнорировать. То есть, в данном режиме, то есть, в случае, когда у нас спектр энергетический, спектр состояния дискретит, там будет, как говорится, уже это все не так. Там хаос будет ограничен. В этом смысле, строго говоря, квантовая система будет создавать имитацию хаоса только в течение достаточно ограниченного времени. Ну, это отдельно мы поговорим. А так вот, фактически, так сказать, понять ситуацию, которая возникает в случае квантовых систем, можно, например, вот таким образом. на самом деле, так сказать, в задачу входит именно конечное число состояний. Поэтому, в принципе, мы можем рассмотреть ситуацию, когда у нас фактически, так сказать, принципиально задано конечное число состояний, и такой ситуации, по сути дела, оказывается численное моделирование на компьютере. Потому что число значащих цифр там конечное. Соответственно, число состояния, которое можно записать с помощью числа в компьютере, тоже будет конечное. И тогда рассмотрение отображения подобного типа на самом деле приводит к чему? Приводит к тому, что у нас на самом деле, так сказать, система после каждого отображения переходит из одного состояния в другое, но когда-то все разные состояния могут закончиться, и, как говорится, система снова пойдет по новому кругу. Она пойдет через те же состояния, через которые была. Но, на самом деле, если более детально проанализировать эту ситуацию, то, строго говоря, это время возврата в начальное состояние может быть даже не очень большим. По сути дела, это можно как посмотреть? на самом деле подобного рода соотношения, если там начальный конечный набор состояния есть, и финальный набор конечного числа состояний, то, по сути дела, такое преобразование это некоторая матрица. Из одного вектора в другую. Если мы разложим, как говорится, вписываем вот такое преобразование в виде матрицы, формально, понятно, что эту матрицу можно диагонализовать, найти базис собственных состояний для этой матрицы. по сути дела, так сказать, у нас... Извините, что я еще понимаю, почему матрица сейчас? Подробнее сказать, да? Понятно, что у нас фактически, так сказать, когда у нас имеется набор чисел с конечной точностью, с конечным числом значительных цифр, то ясно, что преобразование синус это тоже некоторая матрица внаема. Пусть, допустим, у нас число различных числовых значений равняется в этом смысле... В этом смысле... В этом смысле... в случае нелинейного оператора, конечно, здесь так буквально сказать нельзя, просто есть другие модели хаоса, которые на самом деле, так сказать, позволяют рассматривать и линейный случае, когда хаос возникает в линейном таком режиме, то есть, по сути дела, если мы смотрим мультипликативный датчик с общей чисел, то нелинейность не нужна. И на самом деле, допустим, если заменить здесь вот синус просто на х и... А синус 6? А на трону 6х? Просто а х брать по модулю, допустим, можно 2пи, может по-любому так сказать, в некотором конечном интервале, то тогда на самом деле, так сказать, это отображение станет линейным и можно искать у него собственные значения и собственные циклы вот именно части диагонализации матрицы. Но в случае нелинейной, конечно, тут все не так очевидно, но с другой стороны понятно, что если мы имеем какой-то цикл, который обходит данная траектория, то то, что должна быть конечной, просто следует конечному количеству состояний. Только вопрос, конечно, состоит в том, насколько можно здесь говорить о по-видимому здесь да, здесь я думаю, что погорячился, потому что скорее всего это будет не интегрируемая, но дискретная система. То есть вопрос о том, разобьется ли она на какие-то независимые циклы, так сказать, вопрос скорее всего имеет отрицательный ответ, но то, так сказать, здесь движение все равно будет квазипериодическим. Ну, это означает, что оно, во-первых, просто всегда есть большой период. Во-вторых, так сказать, есть всегда возможность попадания даже в этом случае в какие-то вот, скажем, последовательности, которые близки к резонансам. То есть, ну, если бы у нас просто линейная была зависимость, у нас было бы большое количество циклов независимых, правильно? Когда мы включаем нелинейность, то на самом деле эти независимые циклы начинают друг на друга влиять. Вот. Ну и, собственно говоря, если это взаимодействие между ними слабое, то тогда эти циклы просто деформируются, в этом состоит как бы утверждение теоремы Калмогорова Арнольда Мозера, то, что, так сказать, когда у нас система близка к интегрированной и у нас возмущение не очень велико, то тогда фактически, так сказать, происходит как бы только деформация вот этих самых интегрированных степеней свободы, но система некоторое время остается интегрированной. Вот. Дальше, если у нас вот мы увеличим нелинейность, то некоторые, так сказать, степени свободы, так сказать, образуют пространство уже, скажем, в котором независимость движения, то есть независимые, так сказать, циклы как бы разрушаются, они объединяются и возникает там фактически, так сказать, сложное движение, которое по характеру остается близким к периодическим, но уже, так сказать, не является строго периодическим. И дальше, так сказать, конечно... Вазе периодическое, это что значит? Вазе периодическое, в котором нужно выделить промежуточные, так сказать, периоды, ну и, в принципе, один из способов выделения состоит в том, что мы просто берем фурье-гармонику по времени, так сказать, и тогда будут какие-то частоты, то есть будет спектр частот иметь какие-то пики. Вот так. Но в случае, когда, скажем, система сильно не ливиная, ну вот в этом случае, конечно, сложно сказать, так сказать, тут, скорее всего, помимо дискретной составляющей появится каких-то выделенных пиков, появится еще квази-непрорывная составляющая. Но в любом случае понятно, что сама периодичность, это наличие максимального периода всегда означает, что у вас спектр все равно останется дискретным. Правильно? Ну, да, да. Только вопрос, вот не возникнут ли какие-то там, скажем, линии с меньшими периодами, отвечающими меньшими периодами. Вот. Но, строго говоря, как раз изучение таких вот нелинейных систем достаточно, как говорится, сложно, поэтому они пока еще не так много известно, потому что там, когда возникает, скажем, сильная нелинейность, там, ну, не говоря о том, что такие неживные вещи, как солитоны возникают, там, и бризеры, то есть некоторые такие квази-стационарные состояния, которые могут как быть стабильными, так и нет, стабильными с конечным временем, с конечным временем жизни. Бризеры это фактически что-то типа солитона, но солитон как бы не осцеллирует, а бризер он еще такой зависящий от времени решения. Локализованное зависящие от времени решения. Значит, от слова бриз дышает оно как-то в смысле оно живое, да? Так, но фактически, так сказать, это означает, что даже когда мы моделируем на компьютере, то зачастую, так сказать, мы имеем дело на самом деле не с непрерывной, а с дискретной системой, и строго говоря, так сказать, тут нужно с осторожностью подходить, например, в зависимости от того, какие характеристики мы хотим изучить. Например, если мы собираемся изучить возврат системы в начальное состояние для этой конкретной системы, то вот здесь как раз дискретность представления импульсов координат может сыграть опасную роль, поскольку этот возврат может быть связан просто с конечным числом состояний, которое может заниматься проходить. Быстрее может произойти. Вот, но строго говоря, строго говоря, ну, надо не забывать, что когда мы говорим о классическом хаосе, на самом деле мы говорим о хаосе в системе, которая по сути является плантливой, но в классическом пределе. Поэтому, скажем, абстрактно как-то там идти до предела большого смысла нет. Так, ну, в частности, так сказать, что касается, например, вот, скажем, обычно используем датчиков случайных чисел, то там в них тоже есть некие периоды, которые, так сказать, время от времени, так сказать, порождали память у людей, пытающихся их пользоваться. Ну, один из случаев вспоминается, когда, на самом деле, датчики случайных чисел использовались при моделировании глиодинамики на решетке. соответственно, так сказать, метод хунте-карта. И вот, одно из исследований вдруг показало неожиданную какую-то, скажем, порядочность, так сказать. Ну, выяснилось, что, на самом деле, так сказать, если, скажем, построить последовательных чисел в определенном многодерном пространстве, то там эти случайные обезначения ложатся на какие-то выделенные плоскости, которые, так сказать, строго говоря, наличие этих плоскостей говорит о существовании неких дальних порядков. Ну, в частности, вот, причины таких дальних порядков как раз могут быть циклы незамесимые, которые у нас возникают, поскольку тогда, когда мы умножаем просто используем мультипликативный датчик случайных чисел, то на самом деле его-то как раз можно представить в виде матрицы, так сказать, которую можно диагонализовать и выделить циклы по циклу, правильно? Вот. как раз наличие он фактически является линейным преобразованием, поэтому, так сказать, в нем такая опасность есть. Вот. Ну, немножко, так сказать, вернемся после такого, как бы, обсуждения деталей хаоса и, собственно говоря, сути динамического хаоса, то есть, по сути дела, так сказать, хаос, это, если так резюмировать, так сказать, как говорится, просто результат некой принципиальной непредсказуемости поведения системы и непредсказуемость может быть связана как с тем, что мы не знаем на самом деле критично важные для эволюции системы, началась какого-то времени, правда. Мы не знаем критически важные детали в начальных данных, потому что, ну, скажем, начинают проявляться детали, которые, так сказать, требуют бесконечно точного измерения на четвертые данные. И вторая составляющая, то, что, так сказать, хаотическая система, строго говоря, принципиально не может считаться изолированной системой. То есть, если мы даже и считаем, что мы имеем изолированную систему, тем не менее, так сказать, хотя бы с формальной точки зрения, так сказать, это возмущение может достаточно быстро экспонициально нарасти, которое мы в принципе не способны контролировать. И в итоге, так сказать, вместо ожидаемых результатов мы можем получить результат, стопроцентно отличающийся от него. Ну, у Черикова, кстати, в диссертации докторской приводился пример, что он обсуждал хаотическое поведение электронов в ловушке, и там, если не изменяет память, ситуация формулируется таким образом, что вот когда этот электрон движется в этой хаотической ловушке, то через 50-е периодов движения в этой ловушке его траектории будет стопроцентно зависеть от того, что где-то на другом конце вселенной какой-то протон переместился с одного места на другое, так сказать, на расстояние порядка сантиметра. чисто гравитационное безумно слабое воздействие все равно за счет того, что экспонент идет экспоненциальное нарастание неточности. Да-да, конечно, здесь существенная оговорка, что речь идет о формальном классическом утверждении, то есть подтверждении формальной классической динамики, то есть строго говоря, так сказать, это утверждение, конечно, так сказать, к реальности имеет отношение лишь к Присплечению с мушами в шею нет, ну, конечно, там имеется в виду, что это не сейчас, а, скажем, на расстоянии запаздывания. Про запаздывание Чириков, безусловно, знал, так сказать, и лучше, и ни в коей степени не инновировал. Просто, так сказать, Вселенная, так сказать, была. Собственно, то, что мы сейчас видим, так сказать, через телескопы, ясно, что это все мы видим с учетом запаздывания. То есть, чем дальше видим, тем более ранее этапы. Вот. Но, сейчас немножко поговорим об этапах хаэтической динамики. На самом деле, здесь тоже есть некие вещи, которые, так сказать, очень близко связаны с тем, что мы только что обсуждали. Но, фактически, так сказать, речь идет вот о чем. если мы, например, знаем значение начальных условий с очень хорошей точностью, то мы, конечно, можем просчитать эту траекторию на какое-то конечное время, так сказать. И, фактически, так сказать, это время, которое, так сказать, по сути дела, так сказать, определяется тем, что наша погрешность за счет экспоненциальной неустойчивости доросла до размеров системы. Как только она доросла до размеров системы, после этого, так сказать, строго говоря, у нас предсказуемость теряется. Ну, и фактически, так сказать, это некоторое время логарифмически зависящее и от размера системы, и от размера точности, с которым мы можем задать начальные условия. Баллистический этап, он как раз этап, когда у нас движение достаточно предсказуемо. Ну, строго говоря, вот, если мы теперь перефразируем это, то есть возьмем, допустим, скажем, пучок траекторий, находящийся в очень маленькой области, так сказать, пучок траекторий, то что с этим пучком будет происходить? Ну, легко понять, что если у нас эти траектории сначала локализованы в очень малой области пространства, и их движение неустойчиво, то тогда эти траектории начнут экспоненциально разбегаться. ну, и, соответственно, так сказать, объем фазового пространства, в котором они фактически располагаются, то есть здесь не имеется в виду фазовый объем, который занимает, допустим, это множество траекторий, а именно объем, размеры объема, в котором располагаются вот эти траектории, он будет, естественно, расти экспоненциально. то есть фактически, так сказать, это как раз этап, на котором, так сказать, если мы последовательно рассмотрим, вот, скажем, поведение этого пучка, то фактически, так сказать, эти траектории как-то будут развлекаться размеры, скажем, так зарисуем, условно, объема, так сказать, внутри которого будет заключен этот кучок, будет расти экспоненциально, но, конечно, тут надо постоянно помнить, что фазовый объем, который, так сказать, приходится на эти траектории, будет оставаться постоянно, то есть система говорит тонн, но, и, соответственно, это означает, что, на самом деле, вот этот объем, если, допустим, мы сначала взяли сплошной кружок, то спустя какое-то время он превратился в очень, как говорится, изрезанное, так сказать, область, в которой будут очень тонкие, так сказать, элементы растянутые, то есть, в каком-то направлении у нас объем расширился экспоненциально большое число раз, но для того, чтобы полный фазовый объем, занимаемый этими траекториями, остался тем же сам, соответственно, он должен как-то там в других направлениях как-то сжаться, так сказать, в бесконечно тонкие слои, поэтому, строго говоря, поведение, так сказать, вот это, скажем, это распределение, детальное поведение, микроскопическое поведение безумно сложное будет, но общие характеристики остаются, так сказать, более-менее, так сказать, размеры этой области более-менее, так сказать, понятны. Вот. Ну, после того, как этот объем распространился на размер системы, строго говоря, дальше он расти уже не может, ну, там, размер системы, фактически, так сказать, если у нас имеется какая-то область и движение, ограниченное каким-то потенциалом, то тогда в этом случае, так сказать, размер системы может определяться не только, допустим, тем, что у нас по координате, скажем, движение ограничено, а в случае стандартного отображения движения, одну-раду другие ограничены. Ну, в принципе, например, по импульсу, интервал значения импульсов, он, конечно, фактически определяется тем, какую энергию успела взять система от этих внешних толчков. Ну, если ясно, что эта энергия некая, конечная, и дальше, так сказать, произойдет, скажем, дальше экспоненциальный рост станет невозможным, потому что фактически, так сказать, экспоненциально быстро набирать энергию от этих толчков, так сказать, система никак не может. По сути дела, дальше наступает другой этап, наступает этап диффузионный. Ну, и в случае стандартного отображения он соответствует чему? Когда у нас, скажем, дельта-икс, то есть неопределенность по координате становится порядка двух пи, то есть когда более-менее равномерно распределяется по координате нашей системы, то в этом случае, так сказать, возникает как раз диффузионный рост импульса, который мы недавно обсуждали. И, соответственно, дальше, так сказать, фазовый объем занимаемой системы будет просто определяться скоростью, так сказать, набора этого среднеквадратичного импульса, который, как мы знаем из этого соотношения, так сказать, просто, так сказать, растет диффузионного образа. Ну, фактически, так сказать, вот, это, как бы, второй и завершающий этап. фазовый объем будет изрезан, да, это означает, что, это означает, что, на самом деле, так сказать, фазовый объем будет сильно изрезан, то есть, в нем будет очень маленький, если мы имели, допустим, какой-то маленький, допустим, кружок на плоскости пыли, да, где-то вот здесь выбрали начальный условий, то, строго говоря, так сказать, у нас это, естественно, этот набор траекторий распределится по какой-то уже большой части фазового объема, так сказать, как бы это лучше изобразить, на самом деле, мне надо было взять картинку Заславского, который нарисовал, но я сейчас попробую как-то изобразить, то есть, по сути дела, это будет какое-то такое состояние, но это так, как гетуза, на самом деле, я пытался вот так сказать, на самом деле, все эти лапы или что-то участки, островки, они будут очень тонкими. Короче, как фрактал будет, Фактически, так сказать, да, это, можно сказать, как будет напоминать фрактал, но застой только разница, что здесь нет требований от фрактала есть повторяемость на разных уровнях, здесь, вообще говоря, это не обязательно. это как раз говорит о чем? Говорит о том, что на самом деле, так сказать, вот эта динамика, если мы не только забылись бы, допустим, описанием формы этой области, задача была бы безумно сложной. Но, фактически, так сказать, на самом деле, если мы, допустим, попытаемся вычислять энтропию, то тогда, скажем... Я не понял, а на первой стане вот тоже подразличено, но это такое растет? Ну, нет, нет, потому что, смотрите, когда у нас, сейчас покажу, тогда у нас вот дельта x, у нас еще дельта x мало, синус не ищается при целях национальном рассылке. Понимаете, да? То есть, на диффузионном этапе у нас как бы синус получается случайным числом, лежащим от минуса до плюсницы, а там, на самом деле, какое-то время, так сказать, происходит именно такое целенаправленное ускорение, и оно просто качается. Вот. То есть, по сути дела, так сказать, вот в хаотической динамике, в классической хаотической динамике есть два достаточно, так сказать, разных качественных этапа. Вот. Ну, следующий вопрос, который хотелось бы, конечно, понять, это вопрос об эргодичности, на самом деле. Ну, понятно, что у вас вот эта система, в частности, описываемая стандартным отображением, на самом деле, она может по импульсу распространяться безгранично. Поэтому, так сказать, если вы имеете, допустим, систему, где интервал измерения импульса ничем не ограничен, то, скажем, начальное распределение траектории, оно будет постепенно расплываться вдоль оси импульсов, и, соответственно, говорить об эргодичности в каком-то смысле не стоит, поскольку у нас есть область, где траектория еще не дошла, а есть область, где траектория уже хорошо побывала. Поэтому, реально, у нас фактически вопрос об эргодичности может возник в такой постановке только тогда, когда область фазового пространства, так сказать, ограничена не только по координате, но еще и по импульсу. Если представить, что у нас размер области вдоль импульса определен. Это размер вот здесь дан размер как раз указан, когда у нас помещается M-резонансов. Помните, я говорил, у нас по импульсу на самом деле есть один резонанс, потом второй резонанс, так и так далее. И так далее. Если, скажем, представить пространство импульсов в виде Тора, конечные окружности, то тогда на нем можно разместить только конечное число резонансов, ну и соответственно тогда фазовое пространство получается ограниченным и соответственно спустя какое-то время траектория может заполнить все фазовое пространство. Вот в этом случае, так сказать, когда, скажем, диффузия дойдет до границы фазового пространства, фактически, так сказать, происходит как бы реноксация к некоторому уже стационарному состоянию, ну и тогда и наступит полная эрготичность. То есть, по сути дела, так сказать, речь в случае, так сказать, ну это означает, что дальше уже, во-первых, так сказать, траектория будет с равной вероятностью, так сказать, более-менее, так сказать, с точностью до того, что есть какие-то всегда остаточные островки, так сказать, резонансные, так сказать, при даже больших параметрах стахастичности к. Ну, мы о них говорили, там, на одной из картинок, так сказать, когда у нас к, по-моему, было порядка вот здесь, когда к уже равно 5, все равно есть какие-то островки. На самом деле, так сказать, это видно крупные островки, Но есть еще большое количество мелких резонансов высшего порядка, которые здесь как слабые точки как-то еще просматриваются. Ну и, собственно говоря, есть фактически нарушение органичности с точностью до таких областей регулярного движения, привязанных к резонансам различных порядков. Но в области хаотических слоев возникает более-менее равномерное распределение, то есть это называется глобальный или равномерный хаос. И в итоге, фактически, это этап, который может не наступить. То есть органичности это как бы размешивание фазового пространства. Но если фазовое пространство безграничное, то размешивание не наступит никогда, правильно? Вот так. Но если, допустим, по каким-то образом это размешивание, так сказать, если фазовый объем конечен, доступный фазовый объем конечен, то тогда это размешивание рано или поздно произойдет, так сказать. Ну, фактически, так сказать, в данном примере, так сказать, оно определяется временем диффузии до границы, так сказать, доступной границы, так сказать. Но вот в каждой ситуации, так сказать, оно, конечно, более-менее свое. В принципе, можно представить себе и бильярд какой-нибудь, допустим, скажем, какой-нибудь нитрильяльную, так сказать, картину бильярда, когда, допустим, сильно выгоден бильярд. И вот частицы, начальная траектория, почти, скажем, если выбрать почти прямугольный бильярд, то тогда частица будет долго, так сказать, ходить в одной области, постепенно расстраиваться в другую. Ну, для, скажем, гарантии стокосичности можно поставить какие-нибудь, скажем, рассеиватели, которые, по сути дела, так сказать, могут достраивать эти рассеители, можно построить так называемую доску гальтона, так сказать. Я сейчас, может быть, о них тоже упомяну. То есть одна из форм бильярда, кстати, изобретенная еще, так сказать, в 19-м веке, где ближе к концу, выглядело вот так, это есть, как бы, тревогольный бильярд, в нем расположены эти самые рассеивающие трубочие, так сказать, и так далее. Так я все рисовать не буду, но иди, изобрел. Это, фактически, он скорее врач был, чем физик, там, гальтон. Он с помощью этого устройства демонстрировал возникновение статистических законов. То есть, если бросишь шарик, то он как-то рассеивается. Ну и в итоге, так сказать, здесь он, по-моему, распределялся по галусу. То есть, по сути дела, так сказать, движение, называется доска гальтона, представление рассеяния на этих рассеящих центрах, так сказать, приводило к хаотизации, так сказать, движения, ну и, соответственно, так сказать, приводило к такому рассеянию, отвечающему чисто хаотическому, так сказать, движению. Ну, это при всем при том, что сама доска регулярна. То есть, она, я старался аннексовать ее периодическую структуру, может быть, не очень-то успел, но, по крайней мере, так сказать, она, конечно, задумывается как строго периодическая структура. Понятно, да? Вот. Если бы она не была периодической, то тогда нужно было списать наличие хаотизации за счет того, что центр неупорядоченно расположен. То есть, доска упорядоченная. Вот так. А возникает упорядоченное, так сказать, распределение этих шариков. Ну, строго говоря, вот в XIX веке на эту тему мало кто задавался, так сказать, ну, как-то, по-видимому, и особых причин для этого не было. Но, вот, если взять квантовую механику, то в квантовой механике, в порядочной структуре, как правило, возникают более-менее такие не хаотические решения, так сказать. Вот. То есть, нужно специальные условия для того, чтобы там возникла неупорядоченная структура. Мы тоже поговорим об этом на одной из лекций. Вот. А сейчас, как говорится, если вернуться, то, по сути дела, так сказать, вот если мы возьмем такую доску Гальтона, просто теперь уже без поля тяжести запустим сюда шарик, то он будет как-то тут диффузионным образом распространяться и постепенно, так сказать, дойдет до другого края, да. Пусть поля тяжести запустим, а доска Гальтона продолжается на все. Тогда понятно, что, вот, когда он дойдет до этого края и всходит много раз, то его распределение, так сказать, по этой плотной доске станет эрганическим. Вот. Но оно, это эрганическая, эрганическая структура сразу, а она структура спустя какое-то время, спустя время, которое можно назвать временем релаксации. Вот. Ну и здесь тоже время релаксации определяется временем диффузии, так сказать, до границы. Ну, это какой-то характеристикой эрганической эрганической эрганической? Что будет? Ну, вот, строго говоря, вот, в случае таких простых систем, эрганическая 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 подразумевает постоянную плотность вероятности в доступных областях. То есть просто равномерное распределение. Строго говоря, вот, в резонансных структурах это не очень, наверное, скажем, хорошее отрегивание, потому что, ну, наличие резонанса уже с разной точки фазового пространства делает миронаправленно. Ну, ты что, тебе подстрелили бы это, независимо от вас? Ну да. Ну, в этом смысле да, в этом смысле да. То есть, эргоничность по времени, так сказать, это лучше говорить тогда о стационарности. Тоже наступает спустя какое-то время. И, по сути дела, в приведенном примере, время постановления стационарного распределения и эргоничного распределения, ну, по сути дела, так сказать, одно и то же. Вот. Дальше, так сказать. Ну, вот насчет, как говорится, практической необратимости хаотической динамики, я уже говорил немножко на предыдущих лекциях, но я еще хотел вот так вот конкретнее подчеркнуть. На самом деле, так сказать, то, что мы там писали для стандартного отображения, произведения этих самых лям, плюс и минус, то есть, фактически, так сказать, это есть отражение и вариантности распределения к обращению времени. Ну, по сути дела, так сказать, когда мы время меняем, так сказать, знак на обратный, так сказать. Так, значит, это связано с сохранением фазового объема, с одной стороны, но с другой стороны, это еще и есть, как говорится, другая, так сказать, сторона, которая фактически, так сказать, связана с этой вариантностью. В случае уравнения гамильтона. Потому что, по сути дела, так сказать, ну, если мы пустим все назад, то тогда падающие экспоненты заменятся на растущие, и если, скажем, не было бы вариантности по времени, то мы бы получили в одну сторону показатели Пунова один, в другую, в другую. Это как раз говорила бы о дне вариантности. Но, строго говоря, так сказать, ну, уравнение гамильтона формально вариантов, так сказать. Ну, и, соответственно, так сказать, если мы, допустим, поменяли знак времени, то ясно, что никакую другую новую динамику мы бы не увидели. Ну, а вот здесь, как бы, связь между сохранением фазового объема и этой вариантостью еще возникает из-за того, что, с одной стороны, это соотношение говорит о том, что сжатие в одном направлении компенсируется растяжением в другом. Но, с другой стороны, так сказать, обращение времени сжатие заменяет на растяжение, а растяжение на сжатие, ну, и, соответственно, так сказать, если, как говорится, у нас фактически, так сказать, возникает, действительно, смена знака времени, то, чтобы, так сказать, динамика осталась той же самой необходимой, то же самое условие, что для сохранения фазового объема. Кстати говоря, это в какой-то степени еще означает попарность существования этих факторов сжатия и растяжения. Ну, я сейчас поясню, что я имею в виду. Значит, строго говоря, для сохранения фазового объема не обязательно, чтобы, так сказать, каждому, в многомерной системе, чтобы каждому, вот, скажем, растущему показателю соответствовал точно такой же и падающий, правильно? Потому что, ну, они должны просто каким-то образом, ну, формально могли бы компенсироваться за счет других измерений, изменения фазового объема. Да, а вот произведение лямт равно единице, это несколько более сильное утверждение, чем просто сохранение фазового объема. То есть, если просто ЕКГАР какого-то аналогового объема, то есть, ну, это фактически означает каноничность переменных, по сути, делаем. Ну, потому что это означает, что, вот, фактически, вот, преобразование, то есть, инвариантность фазового объема, вот, фактически, означает, что данные переменные составляют каноническую пару. Ну, хорошо, нет, мы с вами говорим, что, мы говорим, что произведение лямт равно единицы в каком-то более сильном условии, чем сохранение фазового объема. Ну, если бы, скажем, речь не шла о гамильтонной системе, для которой многие, фактически, так сказать, свойства взаимосвязаны, то можно было бы себе представить такую ситуацию, что, допустим, у вас фазовый объем в одной степени сработы уменьшился, а в другой увеличился, да, но тогда бы, вот, подобная система могла бы быть-то не вариантной, потому что у вас при обращении знака времени, так сказать, она бы сама в себя не переходила, просто нужно было еще менять степень свободы. Ну, это к гамильтонным системам не относится, вот, но вот чисто логически такой ситуации измыслить можно. Ну, я как раз то, что третья вариантность в этом смысле является более строгим, так сказать, ограничением, чем просто формальное сохранение фазового объема. Возмущение, зависящее от времени, как бы, в этом отображении, оно фактически, так сказать, уже включено. То есть, периодические толпочки. И что вы хотите сказать? Не знаю. Ну, хорошо. Так, ну, я тогда, дальше, когда сделаю шаг. Значит, как говорится, тут, на самом деле, немного осталось. Я просто хочу сказать, как говорится, еще несколько слов, уже, как бы, о прикладной части, вот, подобного рода моделей. Вот. Ну, прежде всего, так сказать, понятно, что стандартным отображением, так сказать, не исчерпывается, вот, скажем, модель, которая описывает гамильтонову стахастическую динамику, так сказать. И одной из таких максимально упрощенных моделей является, вот, отображение Катаур-Нольда, так сказать, называется. Вот. Но, это, как говорится, тоже отвечает некой гамильтоновой системе, правда, тут видно, что, на самом деле, так сказать, это отображение разрывно, потому что, ну, это там, оно запутано то, точнее, так сказать, единичный только, как по х, так по у. Вот. Чем эта система интересна? Ну, во-первых, потому что она действительно линейна. То есть, его можно в качестве, так сказать, скажем, линейного преобразования рассматривать. И вот на ней, кстати, очень просто пояснить, вот, наличие циклов различной длины, так сказать, по времени, да. То есть, возвратно, так сказать, можно представить в любое состояние в виде набора состояний, каждый из которых описывается своим циклом, и тогда будет, по сути дела, если пространство значений х и п дискретно, то тогда получится, вот, фактически, вот, некая, скажем, конечный, конечный набор циклов, каждый со своим периодом, и это будет движение всегда квазипериодичное, да, с одной стороны. Но, если, скажем, спектр, такие непрерывные, то есть, мы считаем, что это сколько угодно большой точностью, или, по крайней мере, так сказать, ну, здесь можно обсуждать, ну, насколько, так сказать, рано или поздно эта дискретность дает на себе знать, вот, например, при моделировании на компьютере. Но, с любой точки зрения, так сказать, это, действительно, достаточно интересная система, у нее, так сказать, опять, показатель дипунова равен единице, и, фактически, так сказать, она дает сразу однородный хаос. Ну, и, работать, скажем, с целью моделирования численно с этой системой довольно просто, поскольку не нужно вычислять синус, который, ну, до недавнего времени был достаточно емкий по времени операция. Сейчас, правда, в сапроцессорах это делается довольно быстро, но, тем не менее, так сказать, все равно это для моделирования достаточно удобная система. А что вы видели по модулю? Это операция быстрая? Это просто отбрасывание каких-то там, скажем, регистров, и все. Да. Понимаете, да? Да. На самом деле, это очень быстро с точки зрения даже умножения и то более емкой операции. Вот, ну, и, вот, как говорится, эту модель мы с Чириком использовали для изучения, как бы, большой флуктуации, так сказать, и демонстрации их обратимости во времени. Но, прежде всего, так сказать, вот мы немножко модифицировали эту модель вот каким образом. Вот предыдущая модель, она по X и P имеет одинаковую область изменения, то есть это как бы симметричный, полностью симметричный по X и P. Вот. Ну, а нам хотелось что-то, что могло дефундировать вдоль импульса, например, как вот в стандартном отображении. Поэтому, так сказать, мы взяли, так сказать, ситуацию рассмотрели в виде Тора, который имеет разную, так сказать, длину окружности. Вдоль P это у нас C, которое в конкретном учтении было равно 15, так сказать, а вдоль X это единица по-прежнему. Ну и плюс еще мы его центрировали относительно, скажем, начала сей координат. Коэффициент диффузии по импульсу в этой системе довольно маленький, поэтому вот дефундирование на расстоянии 15 требует уже довольно заметного времени, порядка там нескольких сот операций. То есть время релаксации, так, тут у меня тоже что-то не пропечаталось, 4, ну ладно. Значит, дальше, что, собственно говоря, делалось? Ну, какая была цель и что делалось? Вот мы хотели посмотреть, вот действительно, ну, представим такую ситуацию, что у нас имеется большое количество частиц, динамика которых описывается, вот, скажем, таким отображением в газ таких частиц. Ну и, в принципе, так сказать, он может как-то собираться в какую-то область, а может и, скажем, снова распределяться более-менее равномерно. Вот. Ну и, соответственно, так сказать, когда эти частицы собираются вместе, то тогда фактически, так сказать, ну, у нас возникает флутуация плотности, которая потом как бы рассасывается. Ну, считая частицы не взаимодействующими, на самом деле мы можем задачу свести просто как-то на частичные, так сказать, задачи, так сказать. Ну и, по сути дела, тогда вот задачка выглядела так, что мы, допустим, стартовали с какой-то точки и смотрим, вот, с какой вероятностью, например, наша частица, так сказать, окажется вблизи выделенной точки P0, X0, например. Вот. Ну и, фактически, так сказать, это, ну, как бы описывает движение одной частицы из газа, но если, скажем, мы хотим сразу для нескольких частиц описать, то нужно просто вот подобного рода вероятность возвести степень, так сказать, равное числу частиц. Ну, вот, как бы, вот, ну, зато, так сказать, одну частицу моделируют проще, естественно. Ну и дальше, так сказать, мы, вот, смотрели, так сказать, фактически вот этот параметр сигма P в зависимости, так сказать, от времени, так сказать, от последовательной операции. Ну, естественно, что вот эта частица как-то вот блуждала по объему, вот, ну, вот, сейчас, вот, здесь просто нарисую, на самом деле, как говорится, как бы, она как-то блуждала у нас по этому фазу, по объему, и брали точку, так сказать, ну, и, соответственно, так сказать, с какой-то вероятностью она подходила к этой точке, потом уходила, и, по сути дела, так сказать, ну, если мы смотрели, допустим, приближение и удаление этой частицы, то все равно, что, так сказать, соответствующая плотность возрастала, так сказать, соответствующая плотность уменьшалась, так сказать. И, фактически, так сказать, ну, мы для того, чтобы, так сказать, изучать такое случайное поведение частицы, мы просто гнали траекторию по времени. Когда траектория подходила к этой точке, так сказать, ну, соответственно, так сказать, у нас расстояние, так сказать, ну, это самое, сигма-п, сигма-х становилось минимальным, так сказать, то есть, фактически, так сказать, вероятность распределения, так сказать, выглядела вот таким образом. Значит, что от чего? Это, как говорится, здесь, вот, фактически, вот это произведение сигма-х на сигма-п, так сказать, деленное на, нормированное на весь фазовый объем. Тогда, фактически, когда частица далеко, так сказать, от, когда она, скажем, далеко от выделенной точки, то тогда эта, как говорится, вероятность стремится к единице. То есть, а когда, точнее, вот это самое отношение, сейчас отношение в этом, у нас, в этом, есть сигма-п на сигма-х и деленное, ну, скажем, электро-рогорочной дождь, которые, по сути дела, ну, скажем, сигма-х0, 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 это фактически вот объемы, которые, так сказать, отвечают всему доступному фазовому пространству. А когда мы берем какое-то сигма-х0, то фактически мы выделяем событие, когда частица находится вблизи вот этой точки. Ну и, по сути дела, ясно, что если, скажем, частица сюда подходит к этой точке, то это есть некая функтуация. Чем ближе подойдет, тем больше функтуация. Вот. Ну и, что тут, как говорится, интересно. Ну, на самом деле, так сказать, мы хотели изучать развитие функтуации во времени. И, соответственно, так сказать, если у нас, скажем, мы гоним какую-то траекторию, частица подошла на какое-то расстояние, а потом отошла от этой точки, мы выбирали, то есть, фактически, если у нас рассмотреть поведение технической траектории, то она как-то вот так вот подошла, а потом как-то так ушла. То есть, это у нас, вот эта самая V, которая, так сказать, мы откладываем, это в зависимости от времени. Вот. Причем ясно, что траектория достаточно случайная, она могла быть перепрошена как-то так вот, и как-то вот, скажем, вот так, например. Ну, единственное, что мы все траектории концентрировали относительно минимального значения V. То есть, считали вершины траектории, минимальное значение V. А потом все эти траектории вместе с инвестицией уследили. Вот. Ну, если, скажем, на каждой отдельно взятой траектории, так сказать, никакой симметрии по отношению к обращению времени видно не было, то после усреднения, так сказать, получился результат, который вот показан на этой картинке. То есть, здесь выбраны траектории, которые, так сказать, поношли на такое близкое расстояние, что там V было на уровне 10-14. То есть, это все траектории, которые так или иначе, так сказать, отвечают в большой фруктуации. То есть, если мы умножим за фруктуацию, мы выбрали те траектории, которые, грубо говоря, зашли за некий уровень. Уровень приближения к данной точке. То есть, те, которые попали в достаточно маленький объемок к этой точке. Вот. И, как говорится, их развитие во времени. Что здесь интересно? Здесь интересно эта картинка тем, что здесь, во-первых, так сказать, видно два, скажем, этапа хаотической динамики. Вот. То есть, сначала, вблизи вершинки, мы видим, на самом деле, экспоненциальную зависимость вот этого самого, по сути дела, фазового объема, так сказать. Ну, размеров фазовой области, так сказать, от времени. Вот. И прямая линия означает, на самом деле, вот экспоненциальную зависимость. Вот. То есть, если, допустим, от нуля вправо смотреть, то это означает, что траектория отвечает частице, которая находилась в этой области, потом стала как-то, это самое, дефундировать. Ну, и, естественно, пока, вот, по координате х не дошла, вот, да, этих границ, там просто траектория раздвигалась экспоненциально. То есть, это баллистическая стадия? Баллистическая стадия, да. Вот баллистическая стадия, это лицо, здесь живем динамики. Вот. Дальше, так сказать, естественно, когда, вот, у нас частица дошла до этой границы, то есть, по х, вот это распределение, грубо говоря, отвечающее, допустим, пучку частиц, попадавших сюда, в этот объем, дошло до границы по, это, скажем, я должен сказать, это у нас х, а вот так х, а это п. Это для определенных, то есть, у нас вытянуто по х. Так вот, когда дошло до границы х, то там, на самом деле, уже пошла диффузионная стадия. Вот. Завислилась, как... То есть, грубо говоря, сначала вот это распределение как-то распухло вот так, а потом оно стало диффузионно разрушаться. То есть, пока не дошло до этих краев, оно экспоненциально, так сказать, развивалось. А когда дошло до этих краев, то оно уже стало, понимаете, разрастаться диффузионно, и более метки на поле. Вот. Ну и, собственно говоря, что здесь интересно, здесь видно, что, во-первых, видно и, как говорится, и баллистическая стадия, и диффузионная стадия, так сказать, и видно качественную разницу между этими стадиями. Вот. Но это одна моя часть. Вторая часть состоит в том, что вот если смотреть, как в среднем эти траектории, так сказать, входили в вот эту флуктуацию, то вот вход в эту флуктуацию абсолютно симметричен оказался. То есть, ну, фактически, так сказать, ну, так же вот средняя, это у нас средняя траектория экспоненциально быстро приближается к точке вот этой самой, к нулевой, вот, к вершине своей ситуации. Вот. И если смотреть, вот, как говорится, на более дальних временах, то, что, как говорится, справа было диффузией, то есть, слева оно отвечает антидиффузией, с тем же самым коэффициентом диффузии, только знак другой. Вот. То есть, чем это, как говорится, интересно? Это интересно тем, что, на самом деле, если мы берем, допустим, описываем статистические свойства, то мы должны, скажем, для диффузионного этапа писать уравнение диффузии. Вот. Ну, и, как говорится, как известно, уравнение диффузии необратимо во времени. Вот. Но, тем не менее, так сказать, оказывается, если мы рассматриваем, допустим, нарастание флуктуации, то оно действительно описывается хорошо уравнением диффузии, но с обратным знаком времени. Ну, да, только коллапс. То есть, фактически, мораль какая этой картинки? Мораль картинки такая, что мы привыкли видеть, в общем-то, статистические свойства систем, которые находятся справа на левой точке. Вот. Но, вот, поскольку мы, как бы, задаем начальные условия, и у нас дальше уже развитие фиксировано, насколько, ну, и в основном нарастает. Но, если бы мы, допустим, все мы флуктуации собрали, вот, которые, действительно, дают, вот, приводят попадание в данную точку, вот эту самую, в состояние отвечающей флуктуации, то мы бы обнаружили, что, вот, приход в эту флуктуацию описывается уравнениями, которые, так сказать, фактически, так сказать, у нас, ну, обычно не обсуждаются, но, на самом деле, так сказать, они отвечают, ну, диффузии, как бы, обращенные вспять. Вот. Ну, и, собственно говоря, так сказать, хотя, так сказать, ну, обычный, любят уравнение диффузии, уже, как бы, подразумевать некоторые правильные наши направления времени, на самом деле, так сказать, можно сказать, что вот это направление времени связано, скорее, не с динамикой системы, а с постановкой эксперимента, то есть, мы задали, так сказать, начальное состояние, из которого дальше система, так сказать, развивается. А если мы, например, могли бы, вот, ставить эксперимент таким образом, что выбираем среди всех состояний те состояния, которые заканчиваются нужным нам образом, то мы бы обнаружили, что симметрия по времени действительно явным образом проявляется, даже в таких, казалось бы, необратимых ситуациях. Ну, я на следующей лекции еще немножко хочу поговорить, там, говорится, о втором законе терминамики, на этом, на этом, я думаю, что сегодня мы остановимся. Ну, вот, это как раз интересует. Вопрос, на самом деле, не столько философии, сколько вопрос, нет, вопрос, в квантовой механике, так сказать, мы понимаем, что все зависит от измерений, от того, каким образом устраиваем измерения. Оказывается, стат физики, ну, не в том смысле, как в квантовой механике, но тоже, так сказать, идет некий отбор. Только в квантовой механике, так сказать, отбор идет за счет разрушения либо создания квантовых состояний, правильно? А здесь, ну, просто выбор состояний, так сказать, среди всего множества, которые, так сказать, мы так вымечем, так сказать, этот выбор закладывается неявно, на самом деле. То есть, всегда можно, на самом деле, построить ситуацию так, чтобы построить выбор, который нам даст и возможность увидеть, что стрелы времени нет с точки зрения статфизики, просто это мы привыкли определенным образом ставить задачу. Ну, пока с ними сегодня все. Спасибо.